Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, посвященном миру кораблей. Вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет гайд по японскому крейсеру Атаго. Как обычно, пройдемся по особенностям и возможностям корабля, а потом я расскажу о билдах командира и тактике игры. Итак, поехали. Атаго это один из самых старых прем кораблей в игре, который расположился на восьмом уровне и по моему скромному мнению является еще и лучшим премиумом в игре. У меня есть на это три основные причины. Первая из них это сбалансированность. Если посмотреть на статистику, то отчетливо видно, что Атаго имеет сравнительно неплохой винрейд, но при этом и не является дикой имбой. При этом это справедливо как для статистики за все время, так и только за последний месяц. То есть в современных реалиях игры данный корабль чувствует себя отлично. Также красноречиво о хорошем балансе корабля говорит и то, что за все время он почти не подвергался изменениям, если не считать общего ребаланса механик и перков, которые на нем сказались скорее положительными. Да и вдобавок с момента введения в игру Атаго разжился аж тремя копиями с различных ивентов и коллабораций. Для того, чтобы узнать рецепт отличного баланса, давайте разберем ТТХ. Начнем, пожалуй, с самого главного – артиллерии. Она у Атаго представлена 10 орудиями калибром 203 мм и по сути является почти полной копией 203 мм орудий Магами. Это значит, что орудия имеют типичную для японцев баллистику, не лучшую среди крейсеров, но вполне комфортную, а также малую дальность стрельбы – всего 15 км 800 метров. Зато это одни из лучших орудий по точности стрельбы. Независимо от дистанции боя, вы будете спокойно попадать по противнику при правильно взятом упреждении. Что же касается ДПМа, тут немного неоднозначно, ибо перезарядка Атаго ну очень долгая и составляет 16 секунд в базе. Однако, японские фугасы с их огромным уроном с лихвой компенсируют этот недостаток, а высокий шанс на пожар устроит барбекю на палубе вражеских кораблей уже с первых попаданий. Да, и про бронебойки забывать не стоит. Все-таки точность позволяет наказывать крейсеров в борт почти на любой дистанции. Из незначительных же недостатков можно заметить только не самое удобное расположение башен ГК и их очень долгое время разворота. Поэтому лучше заранее выбирайте борт, с которого будете стрелять. В общем-то, артиллерия подходит под поговорку «редко, но метко». И в отличие от большинства других снайперов, подойдет в том числе и новичкам, за счет прекрасных фугасов. Далее рассмотрим живучесть. И тут можно сказать, что Атаго просто прекрасен. Запас ХП средний среди одноклассников, но при этом в наличии есть ремонтная команда, что для крейсера на восьмом уровне все еще редкость. А также ГАП, который поможет не словить торпеды или поохотиться на эсминца. Но об этом чуть позже. Сейчас же рассмотрим бронирование корабля. Первое, что выделяет Атаго на фоне одноклассников, это низкий силуэт и, как следствие, меньше шанс поймать залп противника. Второй положительный момент – это бронепалуба, которая защитит от большинства фугасов и отправит часть вражеских бронебоек в рикошет. Добавить можно еще и ПТЗ, которая может и не самая лучшая, но зато может спасти как от торпед, так и от застрявших в нем снарядов. В принципе, броня Атаго позволяет спокойно жить без резких просадок ХП на протяжении всего боя. Но это, конечно, если не подставлять борта. Все-таки это крейсер и удачный залп линкора может отправить его в порт. Хотя есть один юанц, который слегка мешает играть от привычного танкования ромбом. Это траверсы. Они хоть и небольшие, но иногда могут пробиться сквозь обшивку линкорами, а кормовой из-за своего расположения под углом шьют даже некоторые крейсера. Благо знают об этом немногие, да и попасть по ним сложно. В целом же броню Атаго все равно можно назвать одной из лучших на крейсерах своего уровня, но не стоит забывать, что это все-таки восьмерка. А значит в бою с девятками и десятками лучше на нее не полагаться. Следующее, что мы рассмотрим, торпеды. Данный тип вооружения на Атаго по характеристикам копирует торпеды магами. Но есть одно главное отличие, это углы пуска, так как Атаго может пускать торпеды не только назад, но еще и вперед. Соответственно, 4 торпедных аппарата, по 4 рыбки в каждом, с лучшим уроном на уровне, дальностью в 10 км, а также хорошей скоростью, дадут жару почти любому противнику, которому не посчастливится поймать их. Далее, озвучу маскировку. Она является лучшей среди тяжелых крейсеров восьмого уровня, и радиус засвета составляет всего 9 км 300 метров в полной раскачке. Кстати, вкупе с отличными торпедами, это дает возможность собрать из Атаго большого и жирного эсминца, но об этом чуть позже. Кратко про маневренность. Скорость одна из лучших на уровне, не считая итальянца и француза, а рули и циркуляции средние по больнице среди собратьев. ПВО же и ПМК можно рассмотреть вместе, так как они в Атаго хромают в угоду остальным ТТХ. ПМК по сути здесь только для красоты, хотя на мое удивление оно получило увеличенную дальность, которая никак не роляет из-за плохой точности и малого количества орудий. ПВО же можно в принципе назвать неплохим, если взять в расчет замену ГАПа на заградку и наличие истребителей. Но вот само по себе оно достаточно слабое. Впрочем, это больше зависит от уровня авианосца, ибо шестой уровень скорее всего ничего вам не сделает, восьмой можно переграть за счет ястребов и маневрирования, а вот десятый авик от вас мокрого места не оставит. Как пример же, вы можете взглянуть потом на результаты боя, который идет на фоне, где я играл сразу против двух авианосцев. Если подытожить ТТХ, то сочетание простой в использовании артиллерии и неплохой брони, а также отсутствие явных минусов и недостатков, делает АТАГа еще и достаточно простым в освоении кораблем, и это второй пункт в моем списке. Ну что же, с ТТХ закончили, поэтому время поговорить о перках и билдах. И вот тут у АТАГа есть достаточно большой выбор, при этом лично я не могу выявить лучший билд. В отличие от других кораблей, которые не могут играть без определенных перков и требуют максимально раскачанных командиров, на АТАГа для комфортной игры хватит уже 10-перкового кэпа. Если подумать, я бы собирал АТАГа в таком порядке. Первая полка – наводчик или из последних сил. Вторая полка – лично мой выбор – это мастер наведения зенитных орудий, ибо данный перк полезен почти на любом крейсере и он неплохо компенсирует посредственное ПВО. Но его можно поменять на приоритетку или кулдаун торпед. Третья полка – тут полезны почти все перки, но начинать рекомендую с отчаянного или интеданта. Четвертая полка – тут естественно берем маскировку, она на АТАГа нужна в любом лиде, а по их разновидностям мы сейчас и пройдемся. Итак, постараюсь кратко. Первый билд – это торпедные убийцы. Тут берем все перки на торпеды и пеллинг для упрощения поиска цели и пуска блайндом. Второй билд – артиллерист дуэлянт. Здесь расчет на огромный урон фугасов и дуэли с врагом на средней дистанции. Третий билд – охотник на эсминцы. Подразумевает использование маскировки и пеллинга для того, чтобы подойти вплотную и за 1-2 залпа убить неосторожного эсминца. Ну и наконец, четвертый билд – максимально агрессивный. Данный билд самый рисковый, но при этом и самый опасный для противника. В нем совмещается баф урона на торпеды и фугасы, что будет полезно против любых кораблей, а также маскировка и отличник артиллерии. Расплачиваться за урон всего вооружения приходится просевшим радиусом заметности и меньшим количеством хилов. Данным билдом играю я и считаю его самым сильным для активной игры, хоть и не самым комфортным. Поэтому если вы новичок, лучше присмотритесь к предыдущим вариантам. Однако в целом же собрать можно почти все что угодно, ибо большинство перков на атака будут полезны. Не рекомендую разве что брать инерционку, взрывотехника, тяжелые ББ снаряды и неравный бой. Данные перки на нем почти не дадут никакого положительного эффекта. Кстати, поскольку это прем корабль, вы можете пересадить на него любого японского командира без переобучения и собрать им разные билды, чтобы понять что вам больше нравится, или чередовать их в своем геймплее. Ну а перед тем как перейти к тактике, я быстренько покажу набор модернизации. Он тут стандартный для большинства крейсеров, и я не советую его менять вне зависимости от выбранного билда. Ну а теперь, что же будет делать наш корабль в бою? И вот тут у атака действительно большая вариативность, которая зависит как от билда, так и от сетапа команд. Начнем, пожалуй, с самого неблагоприятного для нас. Боя внизу списка. В этом случае атака играет роль поддержки и скорее большого эсминца, нежели крейсера, ибо маскировка и торпеды эффективны вне зависимости от уровня. В целом же стараемся держаться максимальной дистанции стрельбы и все время находиться вблизи союзников, или наоборот отыгрывать от маскировки и прокидывать по противникам торпеды. Если же бой идет в топе, то возможности этого корабля достигают максимума, ибо большинство противников не смогут эффективно противостоять хорошей броне и высокой огневой мощи нашего корабля. Следовательно, можно по максимуму реализовать игру через агрессию и продавливание противника, при этом по возможности используя весь доступный арсенал вооружения, как ГК, так и торпеды. В целом, при попадании в топ вы можете действовать по своему усмотрению и заниматься чем угодно, спокойно подстраиваясь под большинство ситуаций в бою. А на фоне того, что и с десятками атака есть чем заняться, можно озвучить третий пункт из моего списка. Это универсальность. Данный корабль можно подстроить под любую ситуацию и сетап, а разнообразие билдов еще сильнее усиливает эту возможность. Наверное, единственное, что отделяет атаку от звания идеального крейсера и лютой имбы, это отсутствие у него РЛС. Но, впрочем, оно, наверное, даже и к лучшему. Для внесения ясности затрону отдельные случаи и билды. Например, если у вас есть союзный эсминец, который готов протянуть вам дымы, это отличная возможность реализовать потенциал корабля, ибо радиус засвета в дымах у атака минимальный, а возможность при этом перехватить вражеский эсминец или подставившийся крейсер возрастет в несколько раз. Главное самому не подставиться под РЛС или габ. Или, как пример, ситуация, когда вы остались один на фланге без поддержки союзников. В таком случае игра от отступления и мощные торпеды, вкупе с маскировкой, могут принести свои плоды и подарить вам лишний урон по противникам, который, возможно, также обеспечит победу в бою. Главное не упарываться в синюю линию. Ну и последнее, что можно рассмотреть, это артиллерийские дуэли. Помните, что атака проигрывает большинство одноклассников по ДПМ, но при этом выигрывает в точности и эффективности фугасов. Бронебойки же используются исключительно по подставляющимся врагам. Главный секрет успеха дуэли – это грамотные маневры, использование рельефа и правильная оценка противника. Как и тот же, хочу сказать, что данный корабль почти не изменил своему геймплею и особенностям за время существования в игре. А три основные причины считать его лучшим премом игры – это сбалансированность, простота и универсальность. В общем, если вы раздумываете над покупкой прем корабля 8 уровня, то атака – это отличный выбор, проверенный годами. Впрочем, решать, покупать его или нет – только вам самим. Ну а на этом обзор подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь, если видео было полезным или интересным, а также пишите свое мнение по данному кораблю в комментариях. А теперь небольшое объявление. Друзья, я сделал группу ВКонтакте, куда буду выкладывать новые видео, а также их анонсы и расписание стримов. Поэтому, если вы хотите поддержать меня и не пропускать новые ролики, можете подписаться и на нее тоже. Также туда буду выкладывать посты и информацию, связанные с корабельной тематикой, но при этом не попавшие в видео. На этом точно все. Я с вами прощаюсь, всем удачи и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok